Как сделать не маленький, а большой прорыв? Тот самый квантовый скачок, можно так назвать? Как сделать результат, который вас поразит, впечатлит? То есть вы обернетесь назад на прошедший год, и вы будете впечатлены, вы будете горды собой и так далее. Все, с чего начинается, человек должен понять, что он хочет. И вы мне можете сказать, а да, вы так часто об этом говорите, вы так часто напоминаете, что нам нужно понимать, чего мы хотим. Вы знаете, что это можно просто оставить эксперимент, да? Берете человека, спрашиваете, чего он хочет. Вы, как правило, не получите внятный ответ. Очень мало людей знают, чего они хотят. И когда человек хочет какую-то большую перемену, он говорит, я хочу очень сильно изменить что-то в своей жизни. Как и что вы хотите изменить? Как и что? Причем я прошу вас не просто подобрать этому слова и не просто это сформулировать в какой-то внятной фразе. Я прошу вас это для себя увидеть, для себя представить, как вы с этими новыми переменами будете жить, себя чувствовать, кем вы станете и какие, если нужно, в вас появятся, как правило, это очень нужно, какие в вас появятся дополнительные качества, дополнительные черты характера, да, то есть навыки, знания и так далее, для того, чтобы вы таким, такой стали. На любом примере можно взять. Очень часто человек, который хочет себя изменить, это запрос очень часто начинается с какого-то статуса, финансовый, как правило, статус, да, хочу изменить свой финансовый уровень, хочу жить более качественным, хочу жить более свободно, хочу быть более обеспеченным, хочу быть более уверенным в себе, опять же, да, в своих силах, в том, как я могу зарабатывать, в том, как я могу вести свои дела, свой бизнес. То есть вот такой некий запрос на статус, который связан с самореализацией и финансовым положением. Второе, что очень часто хочет человек, это я хочу, чтобы моя личная жизнь сильно изменилась. Человек, предположим, одинок, да, или не в тех отношениях, или вообще, то, что называется, упустил такой момент, как личная жизнь из своего поля зрения. И вот теперь запрос, я хочу в этом году сделать так, чтобы моя личная жизнь была счастливой, чтобы было с кем, как говорится, обниматься под теплым зимним пледом. У кого-то есть запрос на то, чтобы изменить свою внешность, да, кто-то говорит, для меня будет крутым результатом, если я по стране, я буду столько-то весить, я влезу вот в эти вот вещи, я буду вот так-то себя чувствовать, вот столько-то у меня будет сил и так далее. Я озвучила сейчас самые частые вещи, да, понятное дело, у кого-то там вопрос материнства, отцовства, у кого-то вопрос творческой самореализации, да, хотя тоже можно подключить в первый пункт самореализации, но тем не менее у нас есть такие базовые очень вещи, которые нас волнуют. Понятное дело, что у кого-то могут быть еще какие-то дополнительные свои жизненные проблемы, которые вот сейчас они будут крайне-кранья. Актуальны и остро стоять. Так вот, что вы хотите увидеть в том направлении, в котором вы хотите менять свою жизнь, а это может быть даже несколько направлений, что вы хотите увидеть как перемену? Человек говорит, я хочу, ну, предположим, утроить свой доход. Окей, у вас есть 12 месяцев. Если через 12 месяцев ваш доход утраивается, как вы представляете себе свою жизнь, свои траты, свои взаимоотношения с коллегами, сотрудниками, партнерами, кем угодно, мужчина, если вы считаете, что ваш доход должен увеличиться через мужчину, да, как вы видите свое внутреннее самоощущение, что у вас появилось нового. Потому что даже если, даже если ресурсы приходят к вам не благодаря вашей личной профессиональной деятельности, то все равно что-то в вас меняется. Не может измениться реальность, пока не изменитесь вы. Не может. Поэтому вы должны себя спросить, а каким образом изменюсь я? Лучшим, наверное, инструментом я на сегодняшний день продолжаю считать для себя записывание. Это может быть и методика прописывания, это может быть любое другое уточнение того, как вы хотите увидеть свою личную жизнь, свою собственную жизнь. Мы сейчас говорим про вашу жизнь. Не представлять ситуацию в вашей стране, не представлять ситуацию экономическую в мире, не представлять ситуацию, не знаю, с конкурентами на вашем рынке. Вы, вот что с вами происходит? Пока вы не увидели конечный результат, вас некуда вести. Тем самым совпадением и чудесам некуда вас направлять. Понимаете, чтобы произошли какие-то совпадения, они должны совпасть с каким-то вашим направлением. Вот какое направление вы себе даете? Пощупайте в себе вот эту самую готовность конкретизировать, что вы хотите. Кто-то скажет, нет, ну я же не конкретизировал, я хочу в три раза больше. Я хочу не убиваться на работе, чтобы это было без стресса, это было в три раза больше. Вот я хочу в декабре следующего года открыть свой счет. А вы здесь уже молодцы, вы здесь уже пошла конкретика. И что на вашем счету? Вот вы открываете свой счет. Где ваш счет? Вы открываете его. Что вы там видите? Вы как-то изменили свои текущие потребности, свои текущие траты. Как вы относитесь к тратам? Помним, да? Помним. На всех случаях вам напоминаю и обратите на это внимание. Если вы не привыкаете тратить больше, а тратить больше вам придется, если вы хотите повышать уровень своей жизни, хотите повышать обороты в своем бизнесе, и так далее, и так далее. Если вы не готовы тратить больше, то вы не готовы получать больше. Каждый раз, когда вы выходите на новый уровень, вы выходите в том числе на новый уровень расходов. а не только доходов. Поэтому вопрос, как вы тратите, как вы строите взаимоотношения с деньгами, насколько вам с ними комфортно. Человек, который сегодня по поводу денег постоянно тревожится, постоянно расстраивается, постоянно испытывает гамму, как правило, нехороших чувств, ему кажется, что его обдурили, ему кажется, что его сейчас обдурят, ему кажется, что ему не хватит, ему кажется, что его сейчас уволят, что он потеряет источник дохода, ему кажется, что денег нет, что ниоткуда взять идеи, ресурсы, возможности. Вот если человек не меняет вот такого своего настроя и мышления, то никаких таймс-три, помноженных на три, у него, конечно же, не будет. У него будет в лучшем случае продолжаться та же самая волынка плюс-минус три рубля. А если он продолжит себя накручивать и смотреть на вокруг происходящее событие, не самое обнадеживающее большинство людей, то его уверенность в завтрашнем дне будет падать так же, как будут падать его доходы или, как минимум, легкость, с которой эти доходы приходят. То есть человек может еще себе за год устроить дополнительный геморрой с своим доходом. Так вот, вы должны, когда я говорю, увидеть, как это будет выглядеть в итоге, реализованная ваша цель, вы должны вжиться в это, вы должны увидеться в деталях. А детали я вам сейчас озвучиваю. Детали касаются всего. Когда у вас больше денег, как ваши деньги вы распределяете среди, не знаю, родных, родственников, если это необходимо, как вы распределяете, если у вас есть компания среди сотрудников, да, там, не знаю, дополнительные расходы на ваш бизнес, если вы планируете расти. То есть вот эти все детали вы должны не для того, чтобы предугадать, как это будет. Нет, не для того. Но для того, чтобы почувствовать, кем вы стали в конечной точке, какое ваше мышление и какое ваше самоощущение. Это очень важно. Пока вы не знаете то ощущение и ту ситуацию, к которой вы идете, у вас цели нет. Поэтому как вы можете вообще рассчитывать на целенаправленное, да, вас продвижение к этой цели, если вы сами для себя ее не определили. Что касается личных отношений, окей, напишите, что конкретно вам надо. То есть очень-очень важно сосредоточиться на ощущении, кем вы стали, как вы себя чувствуете, какова ваша жизнь, каковы ваши умонастроения. И если вы говорите, а кого мне представлять? Вот тот, кто самой сегодня, хотя я вот не уверена, да, что у нас все складывается, или мне представлять того, кто мне нравится, или какую-то неизвестную размытую фигуру. А вам не обязательно представлять мужчину, когда, или там женщину, да, если вы ищите женщину. Вам не обязательно представлять конкретного человека. Вы должны представить ситуацию, потому что не требуется видеть черты лица вашего партнера, избранника, не требуется видеть, слышать имя этого человека. Нет, вы когда что-то представляете, вы представляете контекст своей жизни. Вот какова ваша жизнь? Вы вообще довольны своей личной жизнью, вы вообще спокойны насчет своего выбора. Вам утром радостно, нерадостно просыпаться в одной кровати? А с кем просыпаться в одной кровати? А кто это? Это Петя или это Коля? Без разницы, без разницы. Если вы не уверены, что Петя это или Коля, то, может быть, оставьте идею того, с кем вы будете просыпаться у себя в кровати. А представьте себя, вот кто вы, какая вы женщина, если мы говорим про женщин. Вот какая вы, в каком вы состоянии, насколько вам комфортно, насколько вы довольны. Вы можете представлять какие-то ситуации, да, вот как некий конечный итог, какие-то ситуации, где вам кто-то говорит, что вы светитесь, да, что вы никогда не выглядели такой счастливой, предположим. Или вы можете сами это описать, что вот настолько уверены в своем избраннике, настолько счастливы вы, предположим, никогда не были, а может быть, давно не были. То есть вы можете сами помочь себе в конкретизации будущего тем, что вы опишите, вот каково вам сейчас, вот что в вас сейчас по-другому, чем было раньше. И так касается всего, опять же, ваше тело, всё, что для вас в этом году важно. А теперь, внимание, теперь очень важный момент. Это мы с вами обозначили первый, самый ключевой, важный пункт, без которого ничего не начнется, ничего не закончится. Вы конкретизируете. Второй пункт. А как вы поможете себе через день, через два не потерять эту картинку? Как вы поможете себе не сдуться, не слиться, не скукожиться? Как вы поможете себе верить в то, что это для вас и про вас, что вам это надо, что вы это сможете? А здесь ответ будет, на самом деле, на миллион. И на нём отсеется ещё большая часть людей, которые готовы или не готовы что-то в своей жизни менять. Ещё раз, большой скачок, квантовый скачок может делать любой человек в своей жизни, любой человек. Причём такой скачок, который вы не подозревали, что вы способны сделать за несколько месяцев, за несколько лет. Потому что, опять же, скачи будут разными. Кто-то скажет, что значит за несколько лет? Ну да, бывают такие скачки, которые через два, три, четыре года можно сделать то, что кто-то не умудряется сделать за всю свою жизнь. Да, вы можете сделать за короткий срок. А люди, которых пугает срок 12 месяцев, два года, три года, но это те люди, которые просто ни к чему не готовы. Понятное дело, если вы хотите починить свои зубы, то ставить цель два года, наверное, это многовато. Но если вы хотите перевернуть свою личность, стать обладателем тех качеств душевных, человеческих, профессиональных, которые вам раньше были совершенно не свойственны, то дайте себе время. То же самое, когда вы хотите построить какой-то большой капитал, большой бизнес, то опять же, дайте себе время. Большой проект, вы должны тоже дать себе время. Человек, который не способен мыслить на горизонте 12, 24, 48 месяцев, то это человек, который не способен идти к значимым целям и к значимым переменам. Это все может произойти быстрее, чем вы думаете. А может произойти менее быстро, чем вы думаете. Но ваша задача держать фокус на том, куда вы двигаетесь на своем прогрессе, а не на том, укладываетесь ли вы в какие-то вами выдуманные сроки или сроки, которые были заданы, может быть, какой-то успешной историей, в которую вы пытаетесь вписаться. Поэтому здесь важно прислушаться к себе, готовы ли вы вкладываться, зная, что результат, значительный большой результат, он вам гарантирован, если вы продолжите двигаться в заданном вами же направлении, без потери энтузиазма, как говорил великий Черчилль. Успех – это способность двигаться от одной неудачи к следующей, без потери энтузиазма. Причем никто не говорит, что там будут сплошные неудачи, но двигаться нужно уметь и быть готовыми двигаться, скажем так, столько, сколько потребуется. И вот вы оказываетесь в этом, как я сказала, втором пункте, когда вы уже знаете, куда вы хотите, вы это себе представили, вы это себе детализировали, вы конкретизировали, и что дальше? А дальше вопрос. Что в вашей жизни, в ваших буднях, в вашем окружении будет вас поддерживать в этой мысли? И здесь, вы знаете, у вас есть определенный задел для фантазии, то есть для вашего творчества, для вашего выбора, как вы хотите себя поддерживать. Кто-то, это очень хороший выбор, придумает какой-то для себя новый график, новую, так называемую, рутину. Потому что если вы ничего в своей жизни не поменяли, то ваше мышление может и не поменяться так, как вы хотите. Почему? Потому что завтра вы встанете, вы пойдете на свою привычную кухню, вы нальете свою привычную чашку, свой привычный чай или свой кофе, вы увидите привычные лица, вы выйдете из привычного подъезда, вы поедете на привычном транспорте, вы увидите привычных коллег или ту, где вы обычно проводите время, привычные студенты и так далее. Вы будете звонить привычным людям, вам будут писать смс-ки привычные вам знакомые. Вы будете очень вероятно включать привычные вам каналы, смотреть привычные вам видео и ложиться в кровать с привычными вам мыслями. Понимаете? А что вы можете изменить? Почему кофейня началась вообще как и продолжается, как утреннее мероприятие, утренний ритуал? Видео выходит в понедельник, но вы можете туда заходить хоть каждый день, но именно утром. Потому что утром, а еще лучше с вечера, вы можете закладывать новую траекторию своей жизни, своей судьбы. Я сейчас буду говорить очень практичные, очень понятные и даже знакомые большинству из вас вещи. Но вы знаете, что, как говорится, common sense is not common practice. То, что всем известно, не всеми применяется. Поэтому вопрос не в том, чтобы вы сейчас услышали от меня что-то новое, а вопрос в том, чтобы вы это наконец для себя услышали. Услышали, возможно, по-новому и поняли, что без этого ничего не получится. Кто скажет, ну вот это я уже знаю, что нужно как-то менять свою жизнь, нужно как-то помогать окружению, обстоятельствам внешним, тебя подталкивать вперед. Я это все знаю. Что да, хорошо утром вставать пораньше, хорошо делать какие-то, может быть, практики, медитации и так далее. Ну, вы знаете, одно дело слышать это, понимать, знать и даже всем вокруг рассказывать, а другое дело делать самостоятельно. Поэтому отсеивается на втором шаге тот, кто на самом деле ничего не готов менять, ничего не готов делать и не хочет ничего слышать. А те, кто хотят слышать, я для вас сейчас еще расскажу очень важную, ключевую и, возможно, вам уже известную вещь, постарайтесь изменить в начале дня ход того, как вы начинаете действовать. Вы можете вставать пораньше. Вот кто-то сейчас проходит программу ОТЖ-2, да, ОТЖ-2, она тоже в своем роде такой некий тренажер. Как вы можете управлять своими мыслями, всего-навсего, вставая на 45-60 минут раньше каждый день, а может быть всего на полчаса. И что вы делаете, как вариант, да, это один из способов себя поддержать. Что вы делаете, когда вы утром раньше встаете? А вы начинаете день не так, как обычно. Если вы никогда не делали физические упражнения, нагрузку на свое тело, это прекрасный способ перекалиброваться, назовем это так. Потому что ваше тело – это один из самых легких способов перестроить то, как работает ваша психика, если хотите. Вы можете очень хорошо переключить себя, введя в свою жизнь спорт. Спорт, физические нагрузки. Так вот, кто-то из вас для себя выберет утро начинать с физических нагрузок. Сейчас очень много говорят о том, как можно себя подготовить, как можно свой ум, мартышкин ум, который мешает нам, который далеко не всегда готов с нами сотрудничать, потому что, да, всегда будет стремиться к некому комфорту и безопасности, как его можно тренировать. Сейчас все больше и больше люди пробуют для себя такие вещи, как холодный душ, выход на пробежку в холодную зимнюю погоду, когда вам не хочется. Но вы проснулись, вы открыли глаза, и все ваше знакомое вам существо говорит, но ведь никто тебя не заставляет. Почему бы не полежать? А почему бы не отложить на завтра? А давай мы после обеда побегаем? А давай мы перед сном побегаем? А давай мы завтра, вот сегодня еще один вечер, послушаем мотивирующее видео, а завтра с утра побежим? И вот многие люди не пойдут дальше. А что значит тренировать свой ум? Это означает, вы говорите своему телу, увы, ум, это ваш ум, вот это вот, да, центр вашего сопротивления. Это часть вашего тела. И вот если вы открыли глаза утром и говорите, что я сейчас делаю? Я сейчас встаю, одеваю свои штаны, одеваю свою теплую кофту, одеваю свои кроссовки, и я иду. Иду в спортзал, иду на пробежку, да даже просто включаю YouTube-канал, который я заранее себя отобрала и сохранила в избранных, в котором мне показывают, ну, предположим, набор упражнений на 20 минут. И я это делаю, причем я это делаю максимально добросовестно. Все, вам не нужно никаких дополнительных ресурсов, вам даже не нужно дополнительных денег, если у вас их нет, но вы для себя решаете, что день вы начнете как-то по-новому. Кто-то начнет свой день, хотя я еще раз повторю, физическая нагрузка – это удивительный инструмент. Еще раз, как только вы попробуете, вы это поймете. Я уверена, многие из вас пробовали и понимают. Так вот, второй вариант. Вы можете начать какую-то медитацию, какую-то практику. Среди моих практик, в том числе в открытом доступе, вы много найдете для себя на выбор и подберете свою. Не обязательно меня как автора использовать кого-то другого, посмотрите. Но в вашем дне должен быть новый элемент, фокус на чем-то другом. Не так, как вы делали это вчера. Очень хороший способ – это начать планировать. Особенно, если вы человек работающий, если вы человек с проектами, если вы человек с большой загрузкой, если вы человек, у которого разные объемные куски задач, у вас семья, у вас клиенты, предположим, у вас еще что-то, какой-то творческий проект, то вам нужно распланировать. Особенно, если вы хотите сделать какой-то квантовый, простите, скачок, то, что не записано в вашем календаре, не произойдет. Вы сами-то знаете. То, что вы не запланировали на эту неделю, оно, скорее всего, само не случится. А если случится, то только малая часть из того, что вы думали, что вы запланировали. Нужно написать конкретно, что вы собираетесь делать на этой неделе. В какой день, в какое время, сколько это займет времени, что вам для этого потребуется, к этому готовиться. И так, начало дня может для кого-то быть комбинацией. Вот вы позанимались 20 минут активно своими тренировками, поделали свои немало известные бёрпис, попрыгали, и вы сели и сделали свой план на день. И здесь какие есть рекомендации? Как минимум поставьте один пункт, даже если будет единственный пункт на ваш день сегодняшний, то, что вас реально поведёт вперёд. Не прячьтесь в рутину, потому что у очень многих людей план на день будет выглядеть как список того, что просто надо сделать. Да, некий такой шоппинг-лист. И вы благополучно спрячетесь в рутину, и в конце дня у вас будет ощущение, что вы платворно поработали, но прогресса как такового вы могли не сделать. Вы могли находиться весь день в рутине, не придвинувшись к той цели, которая вас на самом деле пугает. Поэтому вы к ней не двигаетесь. Итак, это ещё один вариант, как начать свой день. Мы с вами говорим, что поддерживать свою готовность, своё новое видение, куда вы идёте, вы можете тем, что вы утром себя настраиваете. Я ещё говорила, что вы можете начать с вечера. Я не устану вам напоминать, то, в каком настроении вы ложитесь, колоссальное имеет влияние на вашу жизнь. Колоссальное влияние имеет на вашу жизнь. Причём на те самые удивительные события, чудеса, на те самые новые ваши возможности, ментальные реакции, на все эти непредсказуемые вещи, которые вдруг у вас спонтанно рождаются, всё то самое необъяснимое происходящее из вашего бессознательного. Всё это вы можете в своей жизни наглядно увидеть, почувствовать и ускорить тем, что вы с вечера говорите. Каким будет у вас завтрашний день? В каком настроении вы ложитесь спать? Вы себя настраиваете этой ночью или на эту ночь, находясь и продолжая быть в тревоге, в злости, в недовольстве, в обиде, в слабости, или вы ложитесь спать с благодарностью, вы ложитесь спать с уверенностью, что завтра будет всё, что вам нужно, завтра будут ответы на ваши сегодняшние вопросы, что утро, как говорят, вечера мудренее, что завтра вы со всем справитесь, вы найдёте ответы, будут нужные возможности, что завтра вы будете внимательно прислушиваться и приглядываться. Вы открываетесь и доверяетесь тому самому неизведанному, которое вас начинает вести. Пока вы не доверитесь, оно не сможет взять вашу руку. Пока вы эту руку не протянете своему высшему я, своему бессознательному, который является магом в вашей жизни, вы, простите, не почувствуете вот этого самого удивительного вмешательства в вашу жизнь. Хотите больше магии? Расслабьтесь. Расслабьтесь не означает не действуйте. Это означает действуйте с убеждённостью, что всё, что вам надо, у вас будет. В нужный момент, в нужном количестве, в нужных условиях вы всё получите. Но не просто получите, сидя на попе и ковыряя в носу, а вы это получите, делая всё, что от вас сейчас зависит, с благодарностью, с верой, с приподнятым, как я это называю, настроением. Я не прошу вас там ликовать, какать, это ни к чему. Приподнятое настроение, когда вы находитесь в неком предвкушении, предвкушении чего-то неожиданного, хорошего, чудо, помощи, предвкушении, что сейчас всё получится, даже если не получается, вы знаете, что сейчас готовится идеальный для вас вариант. Вот это настроение, оно очень-очень важно. И вы можете и нужно с вечера себя спрашивать, а вот сейчас я в таком настроении, в состоянии нахожусь, или всё-таки нет? Если нет, ну возьмите настрой, возьмите видео, возьмите книгу, возьмите, да просто сядьте, напишите благодарность или перенастройтесь, куда вы двигаетесь, напомните себе, в каком направлении вы двигаетесь. И вы заметите, что, во-первых, вы проснётесь в другом настроении, и за ночь ваше бессознательное уже проделает удивительную работу и с вашей внутренней информационной структурой, и с той реальностью, в которой вам предстоит уже в грядущем дне жить. Мы говорим сейчас о реальных вещах. Это не метафоры, это не теоретические, это то, что реально вы будете видеть, как трансформацию вашей реальности под ваше новое состояние. Как ещё можно себя поддерживать? И когда я эти вещи рассказываю, это не или-или. Вы можете использовать и это, и это, и это. Да, вы можете использовать и желательно и утром какое-то новое начало дня, запускать свой день по-другому. Вы можете и вечером настраивать себя на нужный вам лад. И третье, что я хочу сейчас вам озвучить. Это очень важно, особенно, ещё раз, особенно, если вы хотите сильно, качественно изменить свою жизнь. Больше денег, больше смелости, красоты, драйва, и какой-то яркости в жизни. Вы хотите что-то сильно в себе изменить. Готовы услышать? Окружение. Вам нужно изо всех сил стремиться окружать себя. Желательно физически такими людьми. Физически, чтобы вы могли в этих новых кругах присутствовать. Если вы хотите быть, не знаю, долларовым миллиардером, вам не обязательно сегодня быть в окружении долларового миллиардера. Но вы уже сегодня ищете способы приблизиться, взаимодействовать, присутствовать поближе, каким-то образом быть сопричастным к тому кругу людей, где люди зарабатывают больше, чем вы, где они мыслят более масштабно, чем вы. Даже если три года спустя, глядя на них, вы поймете, что вы давно обскакали, вы давно уже переросли и так далее. Не имеет значения. Сегодня вы смотрите на то, что будет вашим следующим шагом. Или через шаг. Хорошо, мы умеем с вами с детства еще прыгать через ступеньку, но через восемь ступенек вверх вы не можете прыгать. Люди научились прыгать вниз через восемь ступенек. Наверх нет, вам нужно идти по ступенькам. Иногда да, через одну ступеньку. Кто-то научился прыгать через две ступеньки, помните, в детстве, как мы старались, садясь в шпагат. Но вычислять, искать и находить зону следующего шага, вот этот горизонт вашего дальнейшего развития очень-очень важно. очень многие люди вот этот момент под ковер заметают. Я вроде бы сказала, интересно, наверное, это очень хороший стимул, наверное, это очень здорово. Где-то, наверное, такие люди есть. И человек, знаете, под ковер замел эту мысль. А я вас возвращаю к этой мысли снова. Обратите на нее внимание. кто в вашем окружении сегодня будет представлять то ваше будущее, к которому вы идете. Даже если это будущее через год, да даже если через полгода. Как вы будете себя менять? Вы знаете, мы же с вами моделируем. Мышление, оно заразно, оно не менее заразно, чем грипп. Нужно находиться среди людей. Вот единственное, что гриппом можно заразиться один раз взаимодействуя с больным человеком. А вот менять мышление вам нужно систематично, да, то есть к этому иметь подход довольно настойчивый. Ваш мозг сам не сообразит и не поменяется. Для вас статус кво и вообще цепляться за привычное это самое знакомое и самое любимое дело для вашего мозга, для вашей психики. Но вы должны взять над этим контролем и сказать, на кого я равняюсь, на кого я сейчас ориентируюсь, кого я сейчас слушаю, кого я сейчас точно больше не буду слушать, на что я точно не буду больше тратить время. И еще смотрите на свое распределение свободного и даже несвободного времени. На что вы его тратите. Как говорится, посмотрите на то, из чего состоит ваш день, как минимум, посмотрите на то, еще состоит ваша неделя, и вы поймете, двигаетесь вы туда, куда вы хотите, или не двигаетесь. В вашем графике есть время на то, чтобы обретать новые знания. В вашем графике есть время на то, чтобы менять, предположим, свое тело, если вы хотите его менять, обретать какой-то для вас значимый опыт или навык. Не знаю, вы хотите лучше говорить на публике, вы хотите быть лучшим руководителем, вы хотите быть лучшим художником и так далее. Вы на это тратите время. Вы хотите быть лучшим родителем, вы на это тратите время. Вы в этом направлении размышляете, обучаетесь, что-то предпринимаете конкретное, на это отводите время или нет. Вот то, что вы прочитали, то, что вы додумались, вы это внедряете в свою жизнь, вот сколько этому вы отводите время. Посмотрите на свою неделю, на свой день, и вы увидите, он также забит знакомыми и, как правило, никуда вас далеко не ведущими делами или чем-то другим. Сколько вы сидите, тренируя свой пальчик в социальных сетях? Сколько? Решите, чего ваша жизнь стоит? И поймите, что вот эти часы, которые вы тратите, а кто-то тратит часы в день на то, чтобы смотреть картинки. Так вот, эти часы никогда не вернутся. Никогда. Все, это ресурс, который вы спустили, просто потому, что вовремя ваша мартышка, ваш ум не была готова нажать кнопку закрыть приложение. Все, эти часы вы спустили. Может быть, все-таки стоит тренировать мартышку, а не жаловаться, что я ничего не успеваю? В какой момент вы берете свою руку, телефон? В какой момент? Многие люди еще лежа в кровати начинают что-то там крутить и вертеть. Это отвратительное начало вашего дня. Отвратительное. Это хуже, наверное, только если вы тянетесь за бутылкой пива. Кто-то делает так. Так что вопрос, кто управляет вашим днем? Кто управляет и решает, какая информация заходит в вашу жизнь, в вашу голову, на что вы направляете свое внимание, на что вы тратите свое время, это решаете только вы, и это ключевым образом влияет и определяет вашу жизнь. Поймите. Что вы делаете и что вы выпускаете в виде информации? Так вот, круг. И кто-то из вас меня услышит и начнет активно, сейчас декабрь, потом будет январь, потом будет февраль, активно искать это новое соприкосновение, это новое окружение, эти новые возможности. Кто-то вот сейчас пишет, в чате я вижу, что это можно даже делать онлайн-сообщество. Да, но лучше все-таки, когда у вас еще и физически есть. Мы сейчас, слава богу, не в ковиде. Вот кто-то говорит, я даже на горшочек иду с телефоном. Да, Светлана? Вот, к сожалению, на горшочке и проходит жизнь. Что вы там делаете? Смотри, что вы там делаете, если вы изучаете новые тренды в вашем бизнесе, если вы слушаете специалистов, если вы обучаетесь, вы не можете оторваться, идите на горшочек с телефоном. Что вы там делаете? Это вот самый важный вопрос. Телефон сам по себе, он, как говорится, не злух. Он сам по себе ничего не значит. То, что вы делаете с этим ресурсом, вот это, конечно, важно. И в том числе кому-то может помочь вот такая идея, как насчет того, чтобы напоминать себе, какие люди вас сегодня, на сегодняшний день впечатляют, на кого вы хотите ориентироваться, как вы хотите мыслить, какие идеалы вы хотите иметь, какие ценности, если не говорите про идеалы, какие ценности вы хотите иметь. И вот здесь вам, конечно, в помощь книги и конкретной истории, и вы можете, если хотите, заморочиться, распечатать изображения тех людей, которые вас вдохновляют, и вот вы можете поместить там, где вы проводите много своего времени, размышляя, работая, даже медитируя, что угодно, вам нужно помочь себе вот эти зацепки, вот эти нити к вашему будущему поддерживать, и, конечно же, то, что вы сделали на первом шаге, вы конкретизировали, вы стараетесь уже жить в этом образе, вы стараетесь думать о том, что вы делаете сегодня, о том, какие вы принимаете решения, о том, как вы реагируете, уже находясь в том образе в будущем, понимаете, это очень-очень важно, тогда у вас будет скорость неимоверная, и напомню вам на всякий случай, только вы определяете масштаб ваших перемен, только вы, но лучше поставить свои цели, как я говорю, на грани того, во что вам возможно, невозможно поверить, но не за гранью этого, если вы совершенно не можете поверить, то вы сложите свои лапки, повесьте свой хвостик и носик, и никуда не пойдете, пусть вас ваша цель она будоражит, потому что вы думаете, неужели я это смогу, неужели вот это будет моей реальностью, неужели я сейчас на это буду решаться и отваживаться, неужели я сейчас это буду реализовывать, я не знаю как, но я знаю, я чувствую, что вот это я могу сейчас, не знаю как, это, наверное, будет сложно, а возможно, это будет удивительно интересно, это будет очень волнительно, но я знаю, что я это смогу, Вот если я нацелюсь, если я сконцентрирую свои действия и направлю свои усилия, я это смогу. Вот это идеальная постановка той цели, которую вы ставите. Вы её, кстати, можете достичь намного быстрее, чем думали. А может быть, чуть дольше, чем думали, да? Не в этом дело. Главное — видеть свой прогресс, уважать свой путь. Я всегда говорю, уважайте свой путь. И каждый раз спрашивать, я сейчас больше живу старым и привычным, или я больше сейчас живу новым тем, к чему я иду. И замечать, как новое приходит в вашу жизнь. Новые мысли, новые задачи, новые дела, новые люди, новые разговоры, новые концепции, новые ценности. Смотрите, как новое приходит в вашу жизнь, чтобы вы стали той личностью, которая сможет сделать этот квантовый скачок. Смотрите, как новое приходит в вашу жизнь.